Силент Хиллз Силент Хиллз Силент Хиллз Силент Хиллз Релиз планировали в 2016-м, потом перенесли на следующий год, потом что-то ещё засбоило и игру вовсе отменили. Самое странное во всей этой истории. Хладное тело куда более невзрачного долгостроя Крэкдаун 3, анонсированного в одно время со Скейлбаундом, Майкрософта почему-то бросать не стали и до релиза доволокли. А теперь пара слов о том, чему никакие невзгоды не страшны. Игровой ноутбук TUF Gaming FX506 от Asus отличается повышенной, прям-таки армейской надёжностью. Можно выбрать 15-ти или 17-ти дюймовый вариант, начинка в любом случае будет богатой. Процессор Ryzen нового поколения 4000 серии и видеокарта GeForce RTX 2060. Причём такая видюха позволяет не только играть, но и стримить в максимальном качестве. Поддерживается трассировка лучей, а также имеется функция DLSS 2.0, которая при помощи нейросетей делает изображение более резким и контрастным. А ещё она позволяет до двух раз увеличить число кадров в секунду и при фиксированной частоте обновления экрана на 20% повысить время автономной работы ноутбука. В итоге имеем отличный ноутбук по адекватной цене. Обязательно найдите ссылку в описании. После выхода LA Noire австралийская студия Тим Бонди взялась за новый проект. Название выбрали ОГОГО «Шлюха Востока». В данном случае имеется в виду не конкретная азиатка, а целиком город Шанхай, который в 30-х годах прошлого века прозвали «Азиатской блудницей». Разгол организованной преступности, коррупция, китайские политические тёрки, в общем, фактура богатейшая. И это снова должна была быть приключенческая детективная игра в стиле Нуара «Города ангелов». Шуму восточная барышня в своё время наделала немало, что неудивительно с таким-то нетолерантным названием. А ещё у австралийцев были постоянные проблемы с финансами. Если «Элэй Нуар» создавалась в партнёрстве с «Рокстар», то вот для шанхайской содержанки подыскать спонсора с накачанной денежной бицухой не удалось. В итоге в июне 2016-го барышню пришлось пустить в расход. Хотя «Бэтмену» больше остальных супергероев повезло с играми, одной такой в 2012-м году мы всё же не досчитались. Причём задумка там была охренительно крутая. Речь идёт об экшене по мотивам комикса «Bottom by Gaslight», действие которого разворачивалось в конце 19-го века, а главным врагом «Бэтмена» был Джек-Потрошитель. Замутила эту тему студия Day One. Выдающихся релизов за ней не числилось, разве что третий эфир можно вспомнить, хотя и тот не особо шедевр. Так что, сами понимаете, парни могли и налажать. Но этого мы никогда не узнаем, потому как у потенциального издателя компании THQ возникли проблемы с «Бэтменовской» лицензией. А жаль, игрушка могла получиться сочной. История «Тибериума» относится к той эпохе, когда электроники всерьёз пытались реанимировать серию «ЦНЦ». Ну, помните конец нулевых, когда выходил третий «Ред Алерт», Кейн держался молодцом, а сеттинг ещё не загнали в гроб унылыми мобилками? Тогда за «Command and Conquer» отвечала ныне закрытая студия EA Los Angeles. И именно ей поручили разработку тактического шутера «Тибериум». Очевидно, хотели пойти по стопам ЦНЦ «Ренегейт». Кренегад, кстати, в своё время безуспешно пытались сделать сиквел, а вот его место как раз и мог занять «Тибериум». Однако и эту игру в итоге закрыли. Причём с любопытной формулировкой. За несоответствие стандартам Electronic Arts. Удивительное дело, но и эти же самые стандарты не помешали выходу совершенно позорной четвёртой части «Command and Conquer». Уже чёрти сколько лет из CCP пытаются слезть с иглы EVE Online, но раз за разом лишь плотнее на неё насаживаются. Самая громкая история была связана с MMORPG по вселенной World of Darkness. Она же «Мир тьмы». Ну там, вампиры, оборотни, маскарады — всё как мы любим. К делу исландцы подошли с размахом. Они не просто раздобыли лицензию, но купили целиком компанию White Wolf, которая этот сетинг и придумала. Разработка набрала обороты в 2007 году, причём исландцы уверяли, что управятся за пять лет. Но когда через семь лет игра всё равно не вышла, стало понятно, что-то пошло не так. Хотя обещали много и всякого. Например, вечную ночь в игровом мире, грызню вампирских кланов, политику — всё по канону. Но одним каноном, как выяснилось, сыт не будешь. Стивен Спилберг попытался покорить игровую индустрию ещё в 2010 году. Режиссёр планировал рассказать историю героя по имени Линкольн, которому бы пришлось вместе с прилетевшей с будущего инопланетянкой Евой играть в прятки с правительственными агентами. Управление Евой хотели поручить искусственному интеллекту, а сама игруля должна была быть под завязку набита паркуром. Что неудивительно, ведь издателем выступала Electronic Arts, у которой к тому моменту уже вышел отличный Mirror's Edge. Сами же разработчики называли игру аналогом Uncharted'а. Но в итоге из союза режиссёрских амбиций и геймплейного плагиата ничего осязаемого так и не получилось. Анонс консольного шутера StarCraft Ghost, посвящённого тиранским агентам-призракам, состоялся ещё в 2004 году. Добрым словом, стелсом и снайперской винтовкой, наша хорошая знакомая нова должна была одолеть сюжетную кампанию. После чего предстояло рвануть в мультиплеер, где обещали и большие карты, и возможность управлять техникой. За проект пробовали браться сразу три сторонних студии, но все дружно облажались, и в 2007 году Ghost отправился в страну Вечного Зерга. По слухам, Близзы пробовали взяться за мультиплеерный шутер по StarCraft несколько лет назад, но тоже не потянули. Аналогичная печальная судьба постигла и MMORPG Titan, которую пророчили в наследнике World of Warcraft. Но тут хотя бы успокаивает тот факт, что часть наработок не пропала даром и была использована в Overwatch. В послужном списке Obsidian найдется немало отмененных игр. Тут вам и консольный экшен по мотивам Белоснежки, и третья часть Knights of the Old Republic, которую зарубили еще на раннем этапе разработки, и ролевуха Stormlands, которая должна была стать эксклюзивом для Xbox One. Но первое место я отдам игре по киношным чужим. Три года, целых три года студия параллельно с Альфа-протоколом делала партийную RPG про группу героев, которая пыталась выжить в ксеноморфном аду. С учетом того, что хорошие игры по чужим выходят лишь чуточку реже, чем вообще никогда, Obsidian-овский облом был и в самом деле обломом. Компании Interplay удалось не только выпустить кучу отличных RPG, но и мастерские просрать это богатейшее наследие. Историю про проект OneBuren, он же Fallout 3, вы и так, наверное, слышали. Но кроме него в разработке находилось еще и MMORPG по фолочу. Причем к этому проекту пытались подступиться несколько раз. В начале нулевых Interplay хотела засадить за эту игру студию Black Isle, но та отмазалась. Мол, денег такой проект сожрет прорву, и Interplay его точно не потянет. Но Interplay не успокоилась. В итоге разработка началась в 2006 году, а закончилась в 2012-м, после череды судебных баталий с Bethesda. Bethesda, напомню, выкупила права на серию, но Interplay пыталась оставить Fallout Online за собой. Однако оставить удалось только 2 миллиона долларов компенсаций. Но, возможно, саму Interplay это не очень расстроило. Все-таки золотая эра компании осталась в далеком прошлом, и не факт, что она вообще была в состоянии потянуть такую игру. Ну и, конечно, Халва. Как же нам без Халвита? Как же нам без Гордона нашего Фримена и его несостоявшейся поездки в Антарктиду, куда он должен был добраться в третьем эпизоде? А ведь Valve хотела выпускать новые серии Халвы каждые 6-8 месяцев, и даже всерьез планировала релиз третьего эпизода на конец 2007 года. Поначалу его перенос воспринимался абсолютно как штатная ситуация. Valve она аж как пацан, если сказала, то непременно сделает. Причем в августе 2008-го сам Габен на полном серьезе пророчил, что разработка третьего эпизода продвигается полным ходом и что он будет лучшим в серии. Но со временем поток новостей от Valve пересох, и на смену им пришли слухи. Затем их сменили мемы и шутки, а потом закончились и они. Ну и эта подборка тоже заканчивается. Спасибо, что смотрели. Если понравилось, жмите палец вверх, подписывайтесь, пишите в комментах про те отмененные игры, которые ждали лично вы. А я вернусь к вам ровно через неделю. Будем на связи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok